Сына и Святаго Духа. Аминь. Святитель Иоанн Златоуст в 9-й беседе на 2-е послание к Олимпинам говорит о суде и воздаянии будущей жизни. Некоторые не верят тем надеждам, какие обещаны нам в вечности. Говорят, кто пришел оттуда и возвестил, что там есть. Правда, из людей никто не приходил, но Бог открылся, который более всех достоин нашей веры. Но ты не видишь, что там, а Бога разве видишь? Однако, уже ли потому, что не видишь, скажешь, что нет Бога? Напрасно скажешь. Я очень верю, что Бог есть. Но если кто-нибудь из неверных спросит тебя, а кто приходил с неба и возвестил тебе сие, что ты будешь отвечать Ему, откуда ты узнал, что Бог есть? Из вещей отвечаешь, видимых, из благоустройства, какое усматриваем во всех творениях, и из того, что это всем известно. А если так, то с такой же верой прими и слово о суде. Как же? Ты скажешь. Я буду тебя спрашивать, а ты отвечай мне, правосуден ли сей Бог, в которого ты веруешь? И каждому ли воздает по заслугам или напротив, он хочет, чтобы злые благоденствовали и веселились, а добрые страдали? Никак, отвечаешь, ибо и человек сего не потерпит. Где же будут наслаждаться благами добродетельно здесь пожившие? Где и злые получат наказание, если не будет воздаяния? Но чтобы ты яснее мог видеть сие из примера, то вот пример богатого и Лазаря. Первый наслаждался благами настоящей жизни, а второй предвкушением благ будущих. Уже ли ты думаешь, что одно и то же есть вечно терпеть мучения и в короткое время претерпеть голод? Уже ли все равно терпеть болезни в тленном теле и в нетленном страшно мучиться в пламени? Быть увенчанным и торжествовать в бессмертной жизни за кратковременную болезнь всей жизни и мучиться там без конца за кратковременное наслаждение земными удовольствиями? Да и кто бы почел все это за одно и то же? Чего же еще хочешь? Того ли, чтобы мы показали качество и количество того и другого? Суд Божий и определение Божие о том и о другом. Но доколе будешь говорить слова, приличные только тем, кое подобные жукам, ничего более не знающим, разве копаться в навозе? Ибо разумным людям не свойственно губить за ничто столь драгоценную душу свою. Тогда как мало только надо бы потрудиться, чтобы получить небо. Если хочешь, я и с другой стороны докажу тебе, что будет страшный суд по смерти. Отверзи двери твоей совести и возри на судью, сидящего в твоей душе. Если ты, будучи себе любив, осуждаешь себя самого и не терпишь, чтобы другие произносили неправедный суд, не гораздо ли более Бог попечется о своем правосудии и беспристрастно произнесет суд о всем? Или он оставит все на произвол и без внимания? Но кто отважится сказать сие? Никто. Напротив, с нашим мнением согласны и эллины, и варвары, стихотворцы, и философы, и вообще весь род человеческий. Хотя и не все в равной мере, ибо все допускают некоторого рода судилища в аду. Так это для всех ясно и несомненно. Но скажу, для чего же здесь не наказывает Бог? Для того, чтобы показать свое долготерпение и через покаяние доставить нам спасение. Чтобы через то не истребить совершенно нашего рода и чтобы не лишить спасения тех, которые через перемену порочной жизни на лучшую могут еще спастись. Если бы Господь неукоснительно наказывал каждого за грехи его, то как бы спасся Павел, а как бы Петр, сие верховные учители вселенной, как бы Давид через покаяние получил спасение, как бы получили спасение галатяне и многие другие. Посему-то Он не всех наказывает здесь, но и всех только некоторых. И не всех там, но одного наказывает здесь, а другого там. Чтобы здесь наказание одних и не наказание других через то возбудить от усыпления греховного и самих бесчувственных, и заставить их ожидать будущего наказания. Уже ли ты не знаешь, что многие наказываются и здесь, например, те, кои погребены были под развалинами башни, Лука 13 глава, или те, коих кровь Пилат смешал с их жертвами, там же, или те из Коринфян, кои умирали внезапную смертью за то, что недостойно причащались святых тайн, 1 Коринфянам 11 глава 30 стих. Также фараон или те из Иудеев, кои побиты были некогда варварами, и многие другие, как тогда, так и ныне, и всегда. А другие, хотя и много нагрешили, но умерли, не получив здесь наказания, как, например, он и богач, живший во дни Лазаря, и многие другие. Так поступает Господь для того, чтобы возбудить веру в тех, кои не верят будущему, но живут беспечно. Ибо Бог, судья праведный, крепкий и долготерпеливый, и Бог, всякий день строго взыскивающий, Псалом 7, 12 стих. Но если мы будем во зло употреблять его долготерпение, то придет время, когда Господь нисколько уже не потерпит, но тотчас накажет. Господу нашему славу во веки веков. Аминь. Господь, 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 Побойте.